Привет, просветители! Я долго думал, какую подводку записать к этому видео. Как вы понимаете, я ничего не придумал. Потому что никакие мои слова не подготовят вас к тому, что вы сегодня услышите. Разве что запаситесь кровололом. Есть вероятность, что он вам пригодится. Пока одним людям нельзя рот открыть, чтобы не прослыть экстремистам, некоторые выходят на огромную аудиторию вот с этим. Бутылочка с успокоительным в одной руке. Свободная ладошка для фейспалма. Пристегнулись. И поехали. Где сел, там хорошо. Особенно дома хорошо. Дома за печкой. Кому дома не хорошо, это опасный человек. Которому хочется всю вселенную оббежать. Это очень опасный человек. Так вот, женщина всю жизнь была домоседка, домохозяйка. А еще дети всю жизнь умирали в диком количестве в младенчестве. А средняя продолжительность жизни в Российской империи составляла 30 лет. Правда, здорово, что сейчас не все как всю жизнь. Мне кажется, очень важно всякий раз, когда ты слышишь потрясающие истории о волшебной стране, как раньше, вспоминать о цифрах. О том, как реально жили в настоящих патриархальных семьях. От нее требовалась мудрость, хитрость житейская, знание какое-то. Например, там, ребенок там плачет, не спит, что там, газики или зубки, там, она должна быть домашним доктором. Когда докторов не было, кто деток лечил? Ээээ, никто по большому счету. Можно я побуду занудой и приведу цифры? Настоящей бедой для страны в те годы был колоссальный уровень детской смертности. К примеру, в московской губернии дети-груднички составляли 45% от общего числа умерших всех возрастов. Какую травку заварить там, значит, там, когда там его где-то промассировать, что там такое. Это же должна простая женщина знать все. Не там сразу звонить там, алё, алё, скорая, скорая, приезжайте, там, ребенок плачет. То женщины всегда сами все знали. Женщины всегда сами знали. Тяжело спорить с этим утверждением. Поэтому пусть этим займется статистика. Если в 67-м 71-х годах из 100 родившихся в возрасте до года умирало более 26 младенцев, то через 40 лет динамика практически не изменилась. Из 100 детей 24 умирали, не дожив до своего первого дня рождения. Еще немного о традиционной мудрости в традиционных же патриархальных семьях. Где у женщины обычно не было прав, образования и доступа к нормальной медицине. А зачем? Житейская мудрость! Прошло 25-30 лет. Во всех государствах смертность сильно понизилась. Даже и там, где она весьма низко стояла. Например, в Швеции она уменьшилась чуть не вдвое. Наоборот, Россия, по этим данным, относящимся к 1901 году, не только сравнительно с европейскими, но и со всеми государствами, исключая одну Мексику, принадлежит печальное первенство в смысле потери наибольшего числа младенцев в течение первого года их жизни сравнительно с числом родившихся, писал директор Центрального статистического комитета профессор Павел Георгиевский. Упс! Оказывается, женщины не все знали. Иногда действительно лучше обращаться к врачу. Чем покормить, там, что дать, чего не дать, там, значит, такое, где, что там, как ему, там, какой-то массажик, там, это ее мудрость. Это ее мудрость. Как, значит, имея в руках, там, значит, две жмени, там, какой-нибудь пшенной крупы и кусочек сала, например, как можно накормить, например, семью из пяти человек. Это мудрость женщины в этом. Это не мудрость. Это нищета. И да, когда семья ест только вот это, но продолжает плодиться в промышленных масштабах, ну, традиции, мы и получаем максимально ослабленных детей, которые до пяти лет не доживали. По статистике. Нет, пшеная крупа – это не основа нормальной диеты. Это мудрость женщины в этом, чтобы она, там, взяла, там, две старые одежды, отпорола, перешила, скроила, как бы, потом одела, и человек ходит, как в новом. Говорит, о, где ты такое купил? А ты, а, я не скажу, где купил, а на самом деле жена тебе пошила. Из двух старых одно новое. Это женская мудрость. Еще раз, это нищета, если у тебя нет денег, чтобы купить себе штаны. Мы не говорим о модной брендовой одежде с брендом на всю грудь или попу. Нет, просто о штанах. Очень весело рассуждать о женской мудрости, пока речь не пойдет об обуви. Окей, дырку на рубашке мы заштопаем. А если у ребенка зимние ботинки порвались? А если они ему малы? Мать опять должна шоу «Хендмейт» запустить? Когда семья ест только пшенку и кусочек сала, а единственный способ обновить гардероб – это превратить рубашку в шорты? Или в изысканное пончо? Это не повод восхищаться мудростью. Это неплохая причина задуматься. А что подобное семья будет делать, когда из соплей и палок что-то изобразить не получится? Если у вас не хватает финансов даже на базовые потребности, что же вы будете делать, когда кто-то заболеет? А, простите. Массажик и травки. Ну, то есть, когда в Европе, а потом и в Советском Союзе нам пришлось подольше подождать до середины 20 века, продолжительность жизни значительно увеличилась. Когда женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав потом… Вот наглость-то. Избирательные права. Зачем женщине избирательное право? Тебе еще ребенку массаж делать? Равные права с мужчиной. Просто взрыв мозга. Женщины во власть захотели лезть зачем-то. Зачем женщине власть? Объясните мне, я никак не могу понять. Зачем женщине власть? Ну, в том числе, за тем, чтобы защищать себя от таких людей, как вы. Которые восхваляют те времена, когда матери и дети, простите меня за мой французский, Дохли, как мухи. Вот знаете, вот это удивительное право человека самому решать, как ему жить, кем работать, ну, все то, что некоторые товарищи хотят отобрать. Никак не надо понять, зачем женщине власть? Зачем мужчине власть? Объясните мне, я не могу понять. Иди хобби-хорсингом займись, траву потрогай. Что ей нужно в этой власти такого, чтобы было ей, грело ее и было ей хорошо? Что нужно мужчине в этой власти? Чтобы грело его и ему было хорошо. У тебя дома пшенка и кусочек сала. Че тебе еще нужно? Это какая-то болезнь, какая-то зараза, какая-то напасть такая. Чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где-то сидели, бумажки переводили. Зачем тебе, если ты счастливая? Если тебя любят, у тебя дети есть. Еще заняться, что ли, нечем? Обращение к некоторым политикам-мужчинам. Особенно такого весьма преклонного возраста. Зачем тебе все это? Если ты счастливый, если у тебя дети есть. Какая политика? Да, в игру зеркалочка можно играть долго. Представляете? Женщина может стремиться перекладывать бумажки по тем же причинам, что и мужчина. Потому что женщина, сейчас вот задержите дыхание, тоже человек. Да, не такой совершенный, как мужчина. Но что поделаешь, пропаганда радуги у нас запрещена, приходится работать с тем, что имеем. Ну вот мы живем в такое время, когда они, давай там нам права, давай все, давай это. Ужасное время, соглашусь. Девочки хотят чего-то добиться. Совсем совесть потеряли. Вместо того, чтобы сидеть в нищете и варить пшенку, она врачом хочет стать. И сидеть в нищете уже в больнице. Вообще понимаете, к чему это приводит? Чем больше образованных женщин, тем выше уровень жизни. И тем дальше мы от тех стран, где рождают по 40 детей, 35 из которых не доживает до года. И вот там смотришь, асфальт укладывают. Думаешь, мужики? Не, смотришь, не, женщины добились, наконец, своих прав. Смотришь, в бокс по телевизору включил, люди лупят друг другу морду. Смотри, кто там, мужики? Не, смотри, женщины. О, права, права в полной розе. Очень мило из всех прав выбрать только эти два примера. Никакого передергивания. А вот когда вашего ребенка прооперирует женщина-хирург и спасет ему жизнь. Продолжим. Гы-гы. Права получили? Я не устану повторять. Уважаемые фанаты, как раньше. Расскажите, пожалуйста, что случится с российской системой медицины и образования, если женщины решат отказаться от своих прав. Выбирать работу, например. Приведите, пожалуйста, пример этих самых настоящих традиционных стран, где женщины сидят дома и пшенку варят, и при этом общество не прозябает в нищете. Важный момент. Если это государство не сидит на нефтедолларах. Думаю, всем очевидно, что наша верхушка с нами делиться явно не планирует. Как будет функционировать наше общество, если ваша картина мира в реальность воплотится? Вы не знаете, где у нас сейчас находится большое количество молодых мужчин, которые могли бы заниматься настоящей мужской работой? И да, если женщина хочет укладывать асфальт и заниматься боксом, это ее право. Потому что это ее жизнь. Вот, мужчина может стать священником и рассказывать другим, как правильно жить. А женщина сама выбирать нет. Ишь, что удумала депутатом стать? Делают все, что делают мужики, и думают, что хорошо. А это полное безумие. Потому что вы так решили? Окей. Некоторые атеисты думают, что то, чем вы занимаетесь, странно немного. Но вы же продолжаете рассказывать, как хорошо жить в нищете с дикой детской смертностью. А эти вещи обычно идут рукооб руку с отсутствием прав у женщин. То есть кто-то женщину подтолкнул на путь безумия. И она хочет делать все, что делает мужчина. И соперничать с ним. И соревноваться с ним, чтобы бегать быстрее мужчины, летать в космос вместе с мужчиной. У нас же экономика в таком потрясающем состоянии находится, что самое время половину работников домой отправить, массажики делать. А если вы считаете, что женщина тоже работать должна, то тогда, простите, и права давайте соответствующие. А если женщина хочет быстро бегать и в космос полететь, то что? Вот вы же в свое время захотели стать священником? Почему ваша одноклассница не имеет права свои мечты осуществить? Представляете, кто-то заявляет молодому парню, что его желание стать священнослужителем это сумасшествие. И еще, я понимаю, что это звучит жутко, но некоторые люди занимаются чем-то просто потому, что им это нравится. А не чтоб соревноваться с противоположным полом. Хотя, если тебе по какой-то причине хочется, почему нет? И властью заниматься вместе с мужчиной. Да, потому что если политикой будут заниматься только мужчины, особенно такие, как вы, многие люди будут вынуждены жить, как вам хочется, потому что вы уже знаете, как надо. И вот здесь очень важный момент. Церковь не только своим прихожанам рассказывает, как надо поступать, она свои воззрения и другим пытается навязать. Религия хочет влиять на законы. Я искренне верю, что каждый религиозный человек имеет полное право жить так, как ему заповедует его вера. Но я абсолютно не понимаю, почему вера других людей должна влиять на жизнь тех, кто к этой вере вообще никакого отношения не имеет. Почему воззрения Маши должны быть законом для Сережи, который вообще атеист? Если Маша считает, что нужно жить вот так, пускай Маша так и живет. Сережа живет по другим принципам. Самое важное, чтобы что Маша, что Сережа законы не нарушали. Только вот было бы еще неплохо, чтобы у нас и законы принимались не по принципу. Ой, у нас так много религиозных Маш, пускай и все остальные живут по этим же принципам. Нет. Вот пусть Маша живет, как Маше нужно. А Сережа так, как хочет Сережа. Важное добавление, пока оба не нарушают законы. Вот такие пироги. Скажешь, что не хочешь детей? Экстремист. Не дай бог заявить, что счастлив после развода? Разбирайся с Ириной Волынец. Кто такие синглтоны? А зато заявить, что женщина сама, распоряжающаяся своей жизнью от сумасшествия, это пожалуйста, это можно. Это же традиционные ценности. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой Телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Кроме того, это то самое место, где мы можем не потерять друг друга в случае различных блокировок, замедлений и так далее. Если вы готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boost или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы. И кроме того, доступен эксклюзивный контент. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этих платформах. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boost. Большое спасибо за поддержку. Я ее очень ценю. Ну а с вами я встречусь уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok